Телекомпания Веневисьон и телерадиокомпания Москва представляет Виктора Камару, Эмму Рабде, Белен Мареро, а также Даниэля Альварадо и Энри Галуя в телесериале «Самое красивое». Брат и сестра! Они же брат с сестрой! Брат и сестра! Ну что с ним такое, Габриэла? Что он здесь делает? Почему он преследует нас? Что нужно этому сумасшедшему? Я не знаю, не знаю. Но в любом случае не вздумай выходить. Нет, если он совсем и безумие, то я немедленно поставлю его на место, и точка. И слишком долго я сдерживался. Нет, не надо, не выходи. Я прошу тебя, не выходи. Послушай, Артура, что это такое? Ты срываешь обход, чтобы уладить личные дела. Я предотвращаю преступление. Или кровосмешение не преступление? Брат и сестра! Они же брат и сестра! Что ты от меня скрываешь? Ничего, ничего, дорогой. Это платьица соседки. Маленькой девочке, ты ведь знаешь. Наша соседка, девочка маленькая. Дорогой, ты сейчас будешь есть? Сейчас? Послушай, куда ты ходила? Зачем ты так накрасилась? Что это значит? Что, что значит? Что-то ты слишком накрасилась. Да ничего, не значит ничего. Меня учительница Джонни вызывала. Понимаешь, учительница Джонни. А, ради учительницы Джонни, смотри-ка. И что? Что она тебя вызывала? Да, ничего серьезного, дорогой, понимаешь? Учительница мне сказала, что нужно, чтобы он больше занимался. Ну, чтобы просто заботился об учебе. Значит, больше ничего. Больше ничего. А что, дорогая? Ну, ладно, я пойду переоденусь и сниму с себя все это. Помоюсь, переоденусь. Я пойду умоюсь. Ладно? Ой, Консайло. По-моему, ты не для учительницы так намалевалась. Но я все разузнаю. Я узнаю, что это значит. Смотри у меня, Консайло. Ох, Консайло. Я разузнаю, о чем это ты хлопочешь. Что я могу от тебя скрывать, Эльвира? Смотрел на эту фотографию, и у тебя был такой странный взгляд. Как будто это очень важно для тебя. Очень значительно. Да что происходит, Эльвира? Ты ревнуешь? А у меня есть основания? Может быть, есть причины для ревности? Ну, хорошо. Что тебе надо? Что ты хотел мне сказать? Ну, разрешите, тетя. А, дядя, красавец мой. Патрисия, моя дорогая, я так рад тебя видеть здесь. А я как раз поэтому и приходила. Но раз уж Патрисия здесь, пусть она сама скажет. Мы с Ильяной приехали сюда, потому что Рикардо попросил нас об этом. Дядя, она больна. Она очень больна. Ильяна моя. Что за свинство? Это же притон, Марисоль. И ты здесь в этой гадости. Это же притон. Нет, 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 дорогая. Это монастырь, полный монахинь. Сестра-настоятельница и взбунтовавшаяся послушница. Вот кто твоя, сестренка. Теперь, если ты хочешь присоединиться, то я могу помочь. Могу дать уроки любви к ближнему, дорогуша. Отпусти ее, свинья, отпусти сейчас же. Отпусти ее. Но послушай. Лопес, что это такое? Что здесь делает это чокнутое? Может случиться несчастье. Не волнуйся, брат. Эту лошадку я сам обуздаю. Отпусти. Отпусти это. Успокойся. Ничего не случилось. Хорошо? Иди сюда и успокойся. Брат, 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 брат. Что с тобой? Ничего. Со мной ничего. Я рад. Я чувствую себя счастливым. Я счастлив. Что делает тебя таким счастливым? Ты мне не поверишь. Не поверишь. Я в восторге от того, что вы вместе. Я так рад вас видеть вместе. Вот так. Рад видеть нас вместе? Да, видеть вместе. Вот так. Как хороших друзей. Я бы сказал, как брата с сестрой. Артура! Артура! Что происходит? Я уже иду. Долг меня зовет. Ну хорошо, оставайтесь вот так вместе. Близко, близко. Близкие друзья. Да, как близкие друзья. Отлично. Добреала, ты меня прости, но это твой друг сумасшедший. Да нет, какой он сумасшедший. Да-да, сумасшедший. Нет, разве не видишь, он хорошо с нами обращался. Просто вышел и поздоровался с нами. Ты говори, что хочешь, а по мне так он сумасшедший. И это было не дружеское приветствие, это было больше. Да нет же, нет. Разве ты не понял? Артура немного сумасбродный. Но когда ты узнаешь его поближе... Хорошо, хорошо, никаких проблем. Знаешь, Габриэла, а почему бы нам не воспользоваться тем, что больше твой друг за нами не следит и не сходить куда-нибудь, а? Потому что Артура мой ангел-хранитель. Да, но он ушел. И так получается, что если он узнает, что кто-то около меня крутится и хочет мне причинить зло, он сразу появляется. А ты знаешь, что это значит? Если он тебя увидит... Мы, наконец, сядем в машину. Я отвезу тебя, никаких проблем. Поехали. И не помогай мне, я и сама Максиста. Хорошо, хорошо. Эстер! Эстер, подожди меня, прошу тебя. Не трогай меня. Ты фальшивка, Марисоль. Ты проститутка, ты соврала мне, обманщица. Ты всей семье лгала. Ты такая же, как и все эти там. Нет, прошу тебя, Эстер, дай я все объясню, пожалуйста. Ничего мне не надо объяснять. Что ты мне можешь сказать? Что ты принесла себя в жертву ради нас всех? Это ты мне скажешь. Что ты сделала это ради мамы? Так вот, я тебе не верю. Прибереги эту жертву, потому что меня это не интересует. Пожалуйста, Эстер, меня не интересует. Ты знаешь, что мне больнее всего? Что это цвихнувшийся прав? Ты продажный, Марисоль. Проститутка. И больше ничего не имеет значения. Скажи, индейец, какому кровосмешению мы должны были воспрепятствовать? Что мы скажем в участке, когда вернемся? Что мы не поехали к дому министра? Ты меня в неприятности втягиваешь. Индеец. Успокойся. Спокойно, мы сейчас провернем операцию. Мы сейчас предотвратим мошенничество. Поймаем с поличным. Подожди. Какое мошенничество с поличным? Какое? Ты знаешь, сколько стоит булка? А, пойдем, увидишь. Пошевеливайся. Пожалуйста, Порту. Разве ты не видишь, что у меня нет денег? Чего тебе стоит дать одну булку с маслом? Ну, дай. Здесь не продается булка с маслом. Если денег нет, убирайся. Они тут тебя заберут. У меня только 20. Ну, положи хоть немножко. Что ты от меня хочешь? Ну, чтобы я воровать пошел? Ладно, делай, что хочешь. На тебе булку с маслом я не дам. Добрый вечер. Проводятся совместные операции общества защиты прав потребителей и полиции. Где-то покупал он тот сыр и ту ветчину. Все свежее, все с передвижного рынка. Надо еще посмотреть. Дай мне ту булку с маслом. Понюхай. Я мало в этом понимаю. Окажите любезность, будьте дегустатором. Я? Попробуйте булку. Да, давайте, давайте. Ну как, хороша? Смотри, а вон та свининка поджаристая. Где ты ее купил? В Хонкито? В Каугау? Дай мне вон ту. Это из Хонкито? Ну, кто мне за булку заплатит? Ее оплатит Общество защиты прав потребителя. А где это? Знаешь, эта контора находится... Ну, поищи в телефонном справочнике. Ну, что же. Что же, я горд тем, что вы оказывали. Нам помощь, полиция и Общество защиты прав потребителей благодарят за оказанное содействие. Также было проявлено сотрудничество со стороны знаменитого португальского предпринимателя, который так любезно согласился помочь нам провести инспекцию. Отлично. Дайте ему фирменного коктейльчика. А я тебе ничего не должен. Что это значит про защиту прав потребителя? Мне это показалось больше похоже на вымогательство. Что я напишу в отчете? Скажи. Ты напишешь... Напишешь... Ты ведь слышал, что парень сказал, что ему придется воровать, чтобы съесть булку? Я это не могу позволить. Это называется предотвратить преступление. Запиши это в отчете. Кроме того, я не мог позволить, чтобы этот парень лег спать голодным. Я хочу, чтобы весь мир сегодня чувствовал себя счастливым. Чтобы все ели. Все были счастливы. Потому что, хотя ты и не поверишь, тот парень, которого ты там видел, умирающего с голода. Он мой брат. Он мой брат по воле Бога. Даже на тебя, демократия, я смотрю, как на брата. Ну, обними меня. Пойдем. Знаешь, я предпочитаю тебе десятерых крокодилов в качестве братьев. Какой странный этот Рикардо. Иногда он кажется грубияным. Иногда нет. Но ведь он такой, какой есть. Ну, выходит, что у мальчика есть сердечко. Надо же, приют для детей. Значит, он любит детей? Он будет хорошим отцом. Да. Ну, что это? Что это с тобой, Габриэла? Не все ли равно? Для меня это не имеет никакого значения. Эстер, что с тобой? Ничего, понятно? Ничего. Оставь меня в покое. Откуда ты пришла? Оставь меня в покое. Не твое дело. Что с ней такое? Ай, наверное, Эстер влюблена. Но в кого? Кто за ней ухаживает? Ладно, она потом сама расскажет. Ах, Рикардо. Такой странный Рикардо. Странный. Это было чудесно, любовь моя. Просто замечательно. Ты не считаешь, что это было прекрасно? Дорогая. Ай, прошу тебя, Амар. Тебе кажется замечательным то, что это длилось три минуты. Честно говоря, не такая уж недотрога эта Габриэла. Она согласилась, чтобы я отвез ее домой. И я бы с удовольствием сыграл с ней партию. С огромным удовольствием. Конечно, она красивая, умная. У нее есть характер, да. Но не такая уж она неприручаемая. Она как горячая кобылка. В конце концов, ее можно объездить. Дорогой мой, что с тобой? Нет, 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 ничего. Просто мне сейчас не до этого. Не до этого. Понятно. Ты приходишь ко мне, как обычно. Я жду тебя, как обычно. И ты говоришь мне это? Эстрелия, дело в том, что я это ради привычки не делаю. Если тебе так больше нравится, то думай, что я устал от привычки. И что, знаешь, как обычно я делаю только то, что мне хочется. Я знаю, что дело здесь совсем не в привычке. Я знаю, что за всем этим стоит эта самая Роксана. Ну, все, хватит, прошу тебя, Эстрелия. Ты во все это Роксану не вмешивай. Понятно, это она. Это она? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 этот мир моды это это очень опасно дорогая а слушай мама хорошие плохие люди есть везде конечно рикардо линарс кажется таким светским щеголем но лично я за этой маской вижу человеческую личность габи я хочу тебя спросить дорогая и хочу чтобы ты сказала мне правду он тебе нравится ты что-то испытываешь к нему но нет мама клянусь ничего он просто мой шеф но почему тебя это так беспокоит почему ты клянешься что говоришь правду поклянись мама добрый день я пришел с миром с миром и принес доказательства перемирия я все вычистил без единой капельки жаркова это замечательное жаркое замечательное прекрасное канцела клянусь больше в просах с тобой не попадать ну что мир мир мама ну прошу тебя ну пожалуйста ну мамочка ну поцелуй его ну прости его мама клянусь я больше не буду бить морду этой крысе хорошо клянусь артура замолчи что ты говоришь не продолжай ну хорошо извините сеньор канцела извините мне очень жаль я обещаю что больше я не дойду до 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 ничего с вашим мужем я согласен мир 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 мамочка ну пожалуйста ну посмотри на него какой он бедненький ну хорошо я пойду тебе навстречу но больше никаких скандалов хорошо хорошо отпусти меня сумасшедший отпусти меня сейчас же знаешь клянусь у меня легкое было дырявое из-за всего этого хватит насчет дырявого легкого хватит перестаньте вы перестаньте мой шофер ждет на улице до свидания мама все с богом ладно ладно что здесь такого что такого этим мы обязаны демократии великой демократии когда пала диктатура пришла демократия артуру артуру артура закройте решетку не забудьте нет я сойду с ума это сумасшествие успокойся роксана прошу тебя успокойся и перестань ходить я тебя так понять не могу рикардо что ты хочешь чтобы я тебе объяснила что тебе еще объяснять и стрелли угрожала мне я знаю что она способна что-нибудь сделать послушай что может тебе сделать и стрелли я не знаю не знаю но я боюсь у меня как бы предчувствие она очень опасно она на все способна если захочет добиться своего ну все хватит ну хватит это не так вы знаете это же не важно кто говорит я могу сказать одна знакомая и все послушайте послушайте зачем мне звонить предостеречь вас хочу предупредить о том что происходит хотя об этом уже все знают амар вам нравится когда вас называют рогоносцем прекратите что вы от меня хотите я хочу сказать вам что у рикардо линареса есть любовница это женщина которая с ним работает вы ее очень хорошо знаете но только не знаете что она его любовница вот это да моя любовь ну все при тебе какая красотка так и надо ну что парень может рискнешь а что эта красотка мне нравится как раз такая мне во сне приснилась а мне вон там нравится я как раз врач такую вчера прописал слушай они не останавливаются ну нет никакой жизни знаешь приятель я тебе вот что скажу это они теряют разве нет я думаю что мы не потеряем нет ай какая красота где где этот проклятый амар успокойся прошу тебя замолчи ничего мне не говори амар что ты брат не надо проблем сделаем так как я говорю конечно лиша нужно отметить или сбегай за пивом хорошо приятель договорились эти блюда мы все попробуем все попробуем ну почему мама почему потому что мне не хочется потому что ты моя дочь потому что это мой дом потому что в моем доме делается то что хочу я ты больше никогда не увидишься с этим парнем ситочка он там он там боже мой что же мне делать что делать успокойся что случилось почему ты вся дрожишь он знает все это истрелия истрелия я уверена что это она ну и хорошо но что она сделала глупая женщина начиненный силиконом у нее силикон даже в мозгах но во всем виноват этот рикардо виноват мой муж знает все он обо всем узнал понимаешь габриэла он знает про меня и рикардо успокойся прошу тебя успокойся что с тобой это не в твоем характере что с тобой тебе помощь нужна скажи я тебе помогу не беспокойтесь магали не беспокойтесь ничего страшного ну почему тебе не присесть нет потому что я не пустые разговоры пришел вести настало время принимать меры я считал тебя своим другом и ты заставил меня поверить что все неправда нет этого я тебя никогда не прощу ты предал меня рикардо линарес ты предал меня ты любовник моей жены негодяй негодяй ты предал меня успокойся подожди омар мой лучший друг любовник моей жены я почему нет омар успокойся брат успокойся не лги рикардо не лги мне лучше сказать я должен называть тебя иудой иуда я почему что ты омар нет послушай почему тебе не сесть устраивайся поудобнее спокойно поговорить кофе не хочешь попить богали принесите кофе омар нет лучше чай причем успокаивающий успокойся брат нельзя так ты любовник роксаны это с тобой она изменяет мне скажи скажи правду но почему ты не садишься скажи кто тебе внушил эту глупость я совершенно не понимаю ничего ничего не понимать кончилось время для разъяснений а теперь пусть правосудие говорит ну какое правосудие какое правосудие сделай одолжение и осторожней с этим он может выстрелить и если не привык пользоваться оружием то спрячь его хорошо спрячь спрячь прошу тебя мар послушай правосудие свершилось она заплатит за свое предательство послушай что такое что такое амар он в ярости я никогда не видел его таким обычно он такой тихий мирный а теперь и где он взял этот револьвер роксана но ты же не позволишь случится несчастье ты позвонила в службу безопасности что ты тогда все узнают но ведь и так все узнают если твой муж убьет викардо все равно все узнают нет нет надо что-то делать я должна что-то сделать я должна прежде всего доктор я хотел бы извиниться за то как я вел себя с вами тогда он без забудьте об этом я понимаю как вы чувствовали себя тогда и как вы чувствуете себя оба сейчас по правде говоря я был глуп я не понимал ладно думаю об этом мы можем забыть главное или она знает правду и готова бороться за свою жизнь верно дорогая я хочу знать прежде чем решиться на борьбу стоит это делать доктор скажите у меня есть надежда возможность есть если вы мне скажете что да что стоит бороться что у меня есть возможность спастись я все сделаю все 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 что в человеческих силах только скажите мне правду я прошу вас это имеет смысл доктор скажите что случилось застряли мы тут так что сдох твой мотоцикл черт кажется это специально кто-то сделал кто бы это ни сделал он не заплатит пусть не надеется куда черт возьми делись мои шорты джинсовые ведь я их сюда положила эстер эстер мне нужно поговорить с тобой все берут мои вещи все и голубые с дырочками ведь они же были здесь а теперь их нет эстер мне нужно поговорить с тобой не смотри на меня так я думаю что нам нужно выяснить все что вчера произошло эстер это не то что ты думаешь это не притон это не нечто непристойное нет я знаю ты видела не совсем нормальные вещи но мне не о чем разговаривать с проститутками понятно что ты говоришь эстер почему вы не замените меня я отказываюсь работать с индейцем а вот я не хочу меняться я люблю люблю его я действительно его люблю не знаю что со мной было бы без дэмо там на этих богом забытых улиц а где столько преступников видишь он издевается он полон иронии комиссар вы должны заменить меня демокрасио мы не можем это не в моей власти это должен решать ваш новый шеф пойдемте к нему он ждет в кабинете ну и как он знаешь думаю вы с ним знакомы ладно ладно как его зовут кто это увидишь может кофейку нет вот индейцы демократия но есть одна проблема похоже они не очень ладят демократия хочет чтобы его заменили вы должны принять решение у индейца никогда напарники долго не держатся но пора ему научиться уживаться с людьми как видишь артуру мир тесен гораздо теснее чем нам кажется ты ты мой начальник мой начальник нет нет лапас так не годится только не она только не она скажи омар скажи кто тебе это сказал кто мне позвонили по телефону мне все рассказали что тебе сказали кто это выдумал мне совершенно ясно сказали что ты любовник той женщины которая ближе всего к тебе по работе вот и все а кто твой ассистент роксана роксана правда она ближе всего к тебе верно ну хорошо хорошо это правда я любовник своей ассистентки это правда значит ты признаешь это нет успокойся подожди подожди нет не твоей жены амар я говорю о своей ассистентке вот она посмотри это габриэла габриэла моя помощница она она моя невеста а почему у вас оружие это недоразумение дорогая ничего страшного не беспокойся ничего не случилось нет 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 вы меня не обманете она не твой ассистент она не твоя любовница конечно конечно марк конечно она ради бога тебе сказали что я любовник той женщины которая ближе всех ко мне по работе это правда что ж вот габриэла габриэла ближе всех ко мне она моя ассистентка она моя невеста успокойся это недоразумение ничего не произошло просто нужно все выяснить нет я перестань почему нет пойми это чтобы показать ему больше ничего пожалуйста чтобы он понял что ты моя невеста а ну а ну а ну а с Субтитры создавал DimaTorzok